ХБК не только гордость и градообразующее предприятие Тейково, но и самый старый комбинат муниципалитета. В прошлом году хлопчатобумажному производству здесь исполнилось 225 лет. Предприятие переживало разные периоды. В кризис 2008 года работало лишь на 40% мощностей. Чуть не закрылось. В прошлом году наметился взлет. Было выпущено 80 миллионов метров готовых тканей. В 2013 году снова спад. Оборудование в мае останавливали на месяц. Но мы не просто стояли и людей распустили, а у нас комбинат работает в 4 смены, 7 дней в неделю и 24 часа в сутки. Поэтому в мае месяц мы использовали как ремонтное время для поправки состояния оборудования. На предприятии несколько цехов. Ткацкий, отделочный, узор, разработанный дизайнерами, наносит на ткань с помощью лазера и цех готовой продукции. Производство максимально автоматизировано. Посмотрел интересные небольшие моменты модернизации. Например, я хотел бы обратить ваше внимание, что над всеми станками совершенно другой принцип освещения. То есть низко опущенные лампы светодиодные. То есть экономия только по трате электроэнергии произошла на 40%. Вот на самом деле не большие инвестиции, но очень серьезно сократили расходную часть производства. Проблем тем не менее много. Низкая заработная плата в среднем она составляет 8 тысяч рублей. Мало даже для Тейкова. Проблемы с транспортом. Приехать на работу к 6 утра и уехать вечером проблематично. Об этом рассказали губернатору работницы комбината. Это вопрос с утра 20 минут у нас на заработку и вечерняя до около 11 часов тоже. Мы сейчас решим. Давайте, посмотрите, да. Просьбу полутора тысяч человек, работающих на ХБК, отметил губернатор, проигнорировать нельзя. Сначала должен быть решен злободневный транспортный вопрос. Вслед за ним должны подняться зарплаты. Мария Авдеева, Олег Милехин, РТВ Иваново.